Девушки отдыхают Для нас же с вами, рейс, которым мы летим, особенный. Он наш. И любопытно заглянуть туда, где пассажиры, как правило, не бывают. Попытаемся проникнуть в святая святых пилотских кабин, аэропортов, чтобы понять, как выполняется наш рейс. И сравнить заодно аэрофлот сегодняшнего дня с днем минувшим. С чего начинается воздушный рейс? Как он начинается для пассажиров, мы хорошо знаем. А вот с чего рейс начинается для летчиков? С чего и когда? А для техников? Для диспетчеров? Внимание, экипаж, взлетаем. Вопросов много, а для ответа на них в нашем распоряжении всего один рейс. И при том короткий, из Киева в Москву. Прервем наше воздушное путешествие и вернемся к его началу. Первыми на самолет приходят техники. Еще не все пассажиры запаслись билетами, а техники уже проверяют лайнер. От его двигателей до последней кнопки для вызова стюардессы. Продолжение следует... Давно ли хозяином на аэродроме был слесарь-механик? Мастер на все руки. Печка-водогрейка. А то и живой двигатель мощностью в одну лошадиную силу помогали технику универсалу. Бывало, что самолет вывозили на руках. Теперь же этого исполина едва стронешь с места мощным тягачом. И слесарь-умелец уступил место инженерам и техникам. Самолет наших дней это десятки тысяч деталей. Множество измерительных приборов и автоматических систем. Километры электропроводки. Это, наконец, гигантская сила, заключенная в его двигателях. Сила, способная обеспечить энергией целый город. Все нормально, можно убирать. Приготовились. Нормально. Несмотря на то, что все системы самолета многократно испытывают в ангаре, всякий раз перед вылетом дополнительный осмотр. Так когда же начинается рейс для техников? Они всегда на вахте. Потому что днем, ночью, в любую погоду на земле и в воздухе, в рейсе и между рейсами не кончаются их заботы. Для летчиков каждый, именно каждый рейс начинается в комнате дежурного врача. А затем обязательное изучение метеорологической обстановки на трассе. Но полет еще не так скоро. Экипажу предстоит поработать в штурманской. Хотя маршрут уже давно изучен наизусть, нужно еще раз пройти навигационную подготовку, вспомнить условия радиосвязи. Продолжается регистрация пассажиров, вылетающих рейсом 1780, Киев-Москва. Ну вот, наконец-то получено разрешение на полет. Дозаправлено топливо. Хозяйка салона готова к приему пассажиров. А самолет все еще проверяют. В который раз. И делают это теперь уже члены экипажа. Ведь им лететь. Так создается то, что мы назвали бы запасом психологической надежности. Поскольку я сам проверю и сам поведу в самолет, я в нем уверен. Так и нужно. В том числе и для нас, пассажиров. Скоро, теперь уже скоро взлет. Осталась заключительная проверка. Готовность. Штурман готов. Твери, люки. В закрытой лампочке не горят. ПО-500. Включаю. Стабилизатор. Установлен на взлет. Штурман. 65645. Даю условия взлета. Полоса сухая, ветер 40, 2 метра. После взлета курс 270 градусов, 900 метров стандарт. 65645. Вас понял. Высота 900. Разрешите исполнительный. 65645. Исполнительный разрешаю. Занимаю исполнительный. Разрешите взлет. 65645. Проверьте рули, закрылки. Взлет разрешаю. И вот мы вернулись к началу рейса. 65645. Взлет произвел. Так тоже летали. Но эти кадры слишком далекая история. История более близкая. То, что произошло при спасении экипажа затонувшего ледокола Челюским, сейчас мы назвали бы обычным арктическим рейсом. Обыденными стали полеты строго по расписанию в любой труднодоступный район земного шара. Протяженность воздушных трасс аэрофлота почти 800 тысяч километров. 3,5 тысячи городов и населенных пунктов связаны воздушными линиями. Подходим к Семеновке. Курс 10. Связь с Москвой установлена. Киев-контроль. Я 65645. Подхожу к Семеновке. 65645. Я Киев-контроль. Работайте с Москвой. Москва-контроль. Я 65645. Прохожу к Семеновку. Высота 9 тысяч. Прошу вход в московскую зону. 65645. Я Москва-контроль. Пролет Семеновки подтверждаю. Следуйте на 9 тысяч до команды. Вам стричный борт на 8400. До расхождения по курсу 30 километров. На заре авиации роль диспетчера была более чем скромной. Взмахом флажка разрешить взлет. С появлением радиосвязи диспетчер стал занимать более значительное место в руководстве полетами. И это считалось достижением. Широки воздушные дороги. Но все-таки на них тесно. Без диспетчера не обойтись. Каждую секунду он должен знать точные координаты, скорость, высоту, курс десятков самолетов в зоне своего контроля. Каждая светящая соточка на экране локатора – это стремительный лайнер, летящий с околозвуковой скоростью. Диспетчер должен уметь читать экран. Мгновенно ориентироваться в изменяющейся воздушной обстановке. Поэтому не только летчики, но и диспетчеры, среди которых, кстати, много бывших пилотов, перед сменой проходят обязательный медицинский осмотр. Чтобы руководить полетами, диспетчеры не хуже летчиков должны знать метеорологическая обстановка на воздушных трассах и в аэропортах. В связи с северо-западным струйным течением. Максимальные скорости 250-300 километров наблюдаются на высотах от 7 до 9 километров. И связана с ними вероятность болтанки. Обращаю внимание диспетчерского состава на более тщательный, постоянный радиолокационный контроль при полете самолетов по трассе по радиолокатору ДОС, а также на более лучшие организации. Еще долго продлится инструктаж. Потом диспетчеры будут подменять друг друга у пультов. Заступающий на смену должен знать координаты, курсы, высоту самолетов, их бортовые номера, голоса летчиков. Диспетчер. Многоликая профессия современности. Есть что-то общее в работе авиационного диспетчера и диспетчера наземных и водных путей. Но различий больше. Они заключаются в скорости принятия решений. Авиационный диспетчер должен действовать молниеносно. Мера его ответственности велика. Нагрузка большая. И диспетчеры обязаны по рекомендациям ученых. Отдыхать во время смены, через каждые два часа работы. 65-645. Я Москва контроль. Пролет Серпухова подтверждаю. Работайте с подходом 2. Вас понял. Работаю с подходом 2. Подход 2. В вашу зону входит киевский 65-645. Вас понял. Вижу. Киевский 645 на экране. Подход 2. Я 65-645. Прохожу Серпухов. 4500 метров. Ваше руководство. 65-645. Я подход 2. Серпухов подтверждаю. Посадочный курс 242 градуса. Занимайте. 3600 метров на привод Внукова. Уважаемые пассажиры, наш самолет пошел на снижение. Будьте любезны пристегнуть привязные ремни и воздержаться от курения. Наш лайнер скоро войдет в сплошную облачность и почти до самой земли будет снижаться вслепую. Роль диспетчера в этой ситуации особенно важна. И диспетчеры будут передавать самолет из одной зоны в другую. Буквально из рук в руки. 65-645. Я подход 2. На курсе 10. Займите высоту 2100. Высота 1500. Занимайте высоту 1200. Работайте с кругом. Внуково круг. Я 65-645. Высота 1200. И разрешите заход в автоматическом режиме. 242 разрешаю. Давление 742. Полоса мокрая. Коэффициент 0.35. Нижняя кромка облаков 80 метров. Выполняем четвертый разворот на курс 242. Я 65-645. Четвертый разворот. Высота 600. 645. Выполняйте четвертый разворот. Удаление 15 километров. Работайте с посадкой. Частота 126,0. Передаю борт 65-645. Удаление 15. Борт 645. На удалении 15. Вижу. Внуково посадка. Я 65-645. Высота 400. Выполнил четвертый. Вас вижу. До пола 13 продолжайте заход по курс-блиссадной системе. Веду контроль. Я 65-645. Вошел в Блиссаду. Шасси выпущены. К посадке готов. 645. Вход в Блиссаду. Подтверждаю. Ваше удаление 8 километров. Проверьте выпуск шасси. Посадку разрешают. Субтитры подогнал «Симон»! Вот и закончился очередной воздушный рейс. Один из тысяч, денно и ночно, в любую погоду, выполняемых в нашем небе аэрофлотом. И каждый рейс – не только наше с вами сбереженное время. Это опыт и мастерство. Воля и мужество тысяч людей, для которых обычный воздушный рейс – это забота о нас с вами, пассажирах. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...